Здравствуйте! Информационный час продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. Сегодня ночью за совершение грабежа в продуктовом магазине на улице Аделя Кутоя по горячим следам полицейские задержали двух младых людей. Посетители украли спиртное, сбили охранника, после чего попытались скрыться. Однако экипаж патрульно-постовой службы задержал похитителей в ближайших дворах. Момент совершения преступления зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале. За что вас задержали, ты можешь сказать? Упал, подкнулся, очнулся, гипс! Даже находясь в патрульном УАЗике, злоумышленники вели себя дерзко, хамили, угрожали окружающим, требовали немедленно их выпустить на свободу. Вероятно, парни не осознавали, что уголовное дело на них собирается возбуждать не за мелкую кражу, а по более серьезной статье грабеж, совершенный группой лиц. Я принеслался часто в моей практике за единичный случай. Так-то обычно задерживаем, все обычно не сопротивляются ничего, отдают. Если что-то взяли, мы забираем. А это вот что-то, я не понимаю, зачем так произошло. Изначально в магазин зашел лишь один из приятелей, но он сразу привлек внимание охраны торгового зала. На кадрах видеозаписи видно, что парень дождался, пока поблизости не будет очевидцев и незаметно похитил бутылку горячительного, после чего попытался скрыться. Вот подходит его помощник, видите, что происходит. Он его отталкивает, чтобы он мог уйти. Кто за бутылкой уже ушел? Да. Этот его подмога, а тот, кто ворует. Уже на улице сотрудники службы охраны догнали одного из неадекватных клиентов, но тот пустил в ход кулаки. Удали как раз по лицу? Ну да, вот полностью. Скорую не вызывали? Нет, скорая приезжала, меня спросили, ну я отказался от помощи, потому что я считаю, не сто лет. До этого вы их не видели? Нет, не видел ни разу. Далеко убегать парочка не собиралась. Через несколько минут сотрудники полиции задержали молодых людей в ближайшем дворе. По их словам, друзья за это время уже нашли пустую лавочку и собирались распить украденную бутылку спиртного. Убийство произошло сегодня ночью на улице Содреддинова. Это частный сектор в Приволжском районе. В частном доме полицейские обнаружили окровавленное тело женщины. По подозрению в жестокой расправе на месте был задержан сожитель погибшей. Задержанный мужчина был сильно пьян и, вероятно, с трудом понимал, что вокруг происходит. Но, несмотря на свое состояние, он сам позвонил в 02 и сообщил о произошедшем операторам полиции. Скрываться от стражи порядка человек даже не думал. Спокойно дожидался приезда патрульного экипажа. На месте мужчина так и не смог объяснить, что произошло в эту роковую ночь и почему гражданская жена сейчас лежит на полу с ножевым ранением в области шеи. Кровью оказался залит не только весь дом, но и перепачкано одежда, лицо и руки задержанного. Почему руки красные? У меня красные руки. Давай, залезай. То, что меня вот так задержали. Ногу. Ногу. По предварительным данным, между сожителями произошла обыкновенная бытовая ссора, в результате которой неадекватно мужчина схватил со стола кухонный нож и зарезал супругу. В деталях конфликта теперь будут разбираться следователи после того, как мужчина протрезвеет и сможет давать показания. В ближайшее время на скамье подсудимых окажутся 12 человек, которые подозреваются в мошенничестве. По данным следствия, черные риэлторы находили неблагополучных собственников квартир, подделывали документы и обманным путем переоформляли недвижимость. В общей сложности им удалось обогатиться на 7 миллионов рублей. В банде черных риэлторов каждый участник выполнял свою роль. Эта женщина занималась подделкой документов. Раньше она работала в паспортном столе. С ее помощью мошенники сумели продать несколько квартир. В одной из них проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем. Владельца жилья погибла полгода назад в дорожно-транспортном происшествии. Завещав свою жилплощадь, племянница с условием пожизненного проживания в ней сына покойной, ведущего социальный образ жизни. Войдя в доверие к сыну умершей, обвиняемые подобрали похожего по внешности с ним человека. Сделали поддельный паспорт, нашли покупателя и договорились о продаже квартиры. Остальные 10 человек занимались поиском клиентов. Обычно в поле зрения преступников попадали одинокие люди. Войти к ним в доверие не составляло особого труда. Главное это попасть в квартиру. Во время последней сделки мошенников задержали с поличным. Полицейские выяснили, что организатором преступной деятельности являлся 30-летний ранее судимый работник одного из кредитно-потребительских кооперативов в Казани. Всего они успели продать 5 квартир и заработать более 7 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество совершенная группа лиц в особо крупном размере». В ближайшее время черные риэлторы протестанут перед Новосавиновским районным судом. После небольшого перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. Машина скорой помощи попала в аварию на улице Фучика. Там не отложка, практически лоб в лоб столкнулась с автомобилем «Шкода», после чего машина отбросила на припаркованный автобус. Лишь по счастливой случайности люди в аварии не пострадали. В легковушке и в машине скорой помощи сработали подушки безопасности. Они уберегли людей от каких-либо травм. В салоне не отложки, к счастью, пациентов не было. Бригада врачей как раз возвращалась после очередного вызова. До своей станции они не доехали всего несколько метров. Общаться с журналистами шофер не отложки желанием не горело. Это объяснимо. Ведь большая доля вероятности, что именно его признают виновным в аварии. При необходимости водители машин спецслужб, конечно, могут нарушать правила дорожного движения. С включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Но лишь при условии, что это не угрожает безопасности остальным участникам движения. У машин скорой помощи может проблесковые сигналы, звуковые... У них проблесковые сигналы, они всегда и днем, и ночью всегда горят. А сигналов не было. Звуковых не было. Но так как они едут, вон на базу, все. Шкода и машина не отложки ехали навстречу друг другу. На перекрестке карета скорой начала поворачивать налево. Водитель убедился, что его пропускает встречный грузовик. И продолжил движение. Мужчина никак не ожидал, что следом по автобусной полосе выскочит легковушка. Но он должен был меня тоже пропустить. Но убедиться в том, что, блин, препятствий нет его, пропускаясь все. Степень вины владельца Шкоды еще предстоит определить следователем ГАИ. Машина скорой помощи теперь нуждается в капитальном ремонте. Медиков скорой помощи пришлось вызывать к месту аварии, которая произошла в центре города. На перекрестке улиц Правобулачная и Чернышевского столкнулись две иномарки – «Опель» и «Шевроле». Как только автомобилисты пришли в себя после ДТП, стали обвинять в произошедшем друг друга. Медики осмотрели обоих водителей, но никаких серьезных травм не обнаружили. Лишь ушибы и ссадины. Поэтому забирать в больницу никого не стали. По словам владельца «Шевроле», у него есть множество свидетелей, которые готовы подтвердить его невиновность в суде. Мужчина утверждает, что вместе с потоком машин проезжал перекресток по улице Чернышевского. Вот давно горел зеленый, поэтому никак не ожидал, что на перерез выскочит «Опель». В свою очередь, второй автомобилист уверен, что на него наговаривают. Разрешающий свет. Чистое зеленое было, не переключалось? Нет. Дорожное происшествие на этом перекрестке случается регулярно, чтобы снизить аварийность. Даже светофор специально отрегулировали так, чтобы он работал с замедлением. Перед переключением на зеленый, несколько секунд во все стороны горит красный свет. Тем не менее, от лихих гонщиков это не спасает. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Я желаю вам всего самого доброго. Эфир продолжит тема. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте и добрый вечер. В праздник Благовечнигу и студии митрополит Казанский и Татарстанский и Феофан. Но праздник не единственный повод для разговора. И потому начинаем прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok